В России дроны атакуют НПЗ и ФСБшников, а на воздух взлетел командный пункт оккупантов. Возможно, вместе с ними генерал ВДВ. А депутаты Госдумы отменяют решение Хрущева по Крыму. Это новости сегодня. Я Ева Николашвили. Добрый день. Сезон фейерверка в России набирает обороты. Дроны атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод, теперь в Рязани. В следствии чего возник пожар на двух установках для переработки нефтепродуктов. Также сообщается об атаках на еще два НПЗ. В городе Кстова, что в Нижегородской области и Киришах, это под Ленинградом. А в Белгороде беспилотник влетел в здание штаба ФСБ. Пострадал фасад. Досталось и местной энергосистеме. Согласно информации губернатора Гладкова, вследствие ударов дронов без электроснабжения в Шебекинском городском округе осталось 45 тысяч человек. Кроме этого, утром один из дронов, по словам Гладкова, врезался в многоквартирный дом. Пострадавших нет. Тем временем в российском Минобороне заявили, что ночью и утром среды уничтожили 58 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской и Ленинградской областями. Если дроны на территории РФ охотятся исключительно на объекты, обслуживающие армию агрессоров, то в Украине от террористических атак российских БПЛА погибают и страдают мирные люди. Так произошло сегодня ночью в Сумах. По сообщениям Сумской областной военной администрации, один из шахедов попал в многоквартирный дом. Вследствие удара вспыхнул пожар. Разрушены несколько этажей пятиэтажки. БПЛА повредили 30 квартир, из них 15 разрушены. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 10 человек. Однако есть погибшие и раненые. К трагическим последствиям также привела воздушная атака оккупантов по Кривому Рогу. Ее результатом стала гибель уже пяти людей. Еще 43 пострадали, в том числе 12 детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской АВА Сергей Лысак. По его словам, в больницах остаются 20 пострадавших. В результате атаки захватчиков на город повреждены около двух десятков многоэтажек, здания социальной инфраструктуры и автомобили. Атаковали россияне и Мирноград, что в Донецкой области. По информации главы Донецкой АВА Вадима Филашкина, поздно вечером на город скинули авиабомбу «Гром Е1». Захватчики попали в пятиэтажку. Всего повреждено 4 дома. Вследствие атаки погибло 2 человека, еще 5 получили ранения. Кроме этого, спасателям удалось спасти из-под завалов 13-летнюю девочку. Тем временем украинские летчики виртуозно разбомбили командный пункт врага на Херсонщине, расположенный на борту танкера, стоявшего на отмели. По некоторым данным, в результате бомбардировки удалось обезвредить очень высокого чина армии РФ. С подробностями мои коллеги. Россия грозит ответными мерами, если в Украине арестуют судно «Механик Погодин». Задержанный танкер принадлежит российской компании, на которую Киев наложил санкции. Это видео августа 2018-го. И теперь танкер «Механик Погодин» снова у всех на устах. Вот только санкции Киева на этот раз для 140-метрового судна стали последними. Видео в своем телеграм-канале опубликовал сам командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Но что же такого примечательного в ржавом и, похоже, заброшенном на первый взгляд танкере, что сел на мель вблизи Кунбургской косы после подрыва оккупантами дамбы Запорожской ГЭС? По данным разведки, на этом танкере разместили командный пункт. По неподтвержденным официально данным, последнее время оккупанты использовали теплоход, как один из основных командных пунктов. Внешне неприметное судно напичкали новейшей российской электроникой и ввели оттуда контроль за линией фронта. Его называют еще трансформером. Он позволяет развернуть достаточно большое помещение. На монтаж палатки на неподготовленной местности может потребоваться до нескольких часов. Этот разворачивается в течение 20 минут и имеет все необходимые системы жизнеобеспечения, которые обеспечивают комфортную работу в полевых условиях. Он также позволяет создать там достаточно комфортные условия для работы. И универсальность его заключается в том, что все системы жизнеобеспечения, а также общие системы обработки и передачи данных, они уже вмонтированы в этот модуль. Остается только, условно говоря, взять свой ноутбук, подключиться и начать работу. Подобные системы могли быть размещены и на российском теплоходе «Механик Погодин». В его огромный трюм с легкостью и, что куда важнее, практически незаметно уместились бы несколько десятков таких модулей. Так что не исключено, что внутри на момент удара по судну сил ВСУ находилось немало ценных российских кадров и военных генералов РФ. Ударили довольно точно на стройку корабля, на стройку этого танкера. Ее разорвало пополам. Как известно, удар по оккупантам был нанесен украинской авиацией. Учитывая факт ее применения, точность попадения и масштабные разрушения, можно предположить, что удар был нанесен высокоточным западным оружием. А единственное средство, которое было наиболее эффективно, я так понял, это либо штормшедл, либо французский скал. Военные эксперты в один голос говорят, успешная операция ВСУ – очередная плеуха Путину, от которой тот будет отходить еще очень долго. Но куда дольше понадобится времени, чтобы прийти в себя после случившегося и российской армии. В очередной раз Кремль потерял свои глаза и уши на украинском фронте. Поражение самого пункта основного на определенное время вывело, оставило без связи и без системы управления войска российские. Ну и уничтожив офицеров боевого управления, связистов, мы нанесли довольно-таки серьезный вред российской системе управления. Плюс есть информация о том, что на этом пункте были некоторые высокопоставленные лица руководства российского и Министерства обороны Российской Федерации. Разведка доложила, что там приехала какая-то очень большая военная шишка. И поэтому было принято решение быстро, в кратчайшие сроки, нанести удар. Некоторые источники, вот на момент начала нашего с вами разговора, некоторые источники сообщали о том, что там чуть ли не сам Теплинский приехал. Если информация подтвердится, это может стать очередным переломным моментом на фронте. Ведь генерал-полковник Михаил Теплинский далеко не рядовой российский командир. Это командующий группой войск Днепр, он же командующий воздушно-десантными войсками вооруженных сил Российской Федерации. Был ли он на корабле в момент нанесения удара в ИСУ, понятно, станет совсем скоро. Но даже если за двухсотить российского генерал-полковника на этот раз не удалось, потери армия РФ понесла все же значительные. Наши военные стараются, ну что стараются, они всегда перед тем, как ударить, они следят долго, методически, где-то занудно, но хотят быть уверенными, что прилет дорогостоящих снарядов или ракет будет не просто в молоко, не просто по какой-то цели, а когда действительно будет очень жирно там цель находиться. Я думаю, что этот удар действительно серьезный и по людях, и по командованию, и по планированию. То есть, ну, надеемся, что в ближайшее время увидим, у кого там все-таки наши военные за двухсоти, ну и кто трехсотом стал. Среди прочего, как отмечают ВМС Украины, захватчики развернули на судне наблюдательный пункт для разведки и разместили средства радиоэлектронной борьбы. Танкер использовался для нанесения ударов дронами по Херсонской области. Надеемся, что теперь атак по мирным украинским городам станет куда меньше. А путинские убийцы орудуют уже в Литве. В пригороде Вильнюса неизвестный напал на соратника покойного Алексея Навального Леонида Волкова и сбил его кухонным молотком. Из меня хотели сделать отбивную, натуральную, молотком для отбивных. Человек прямо у дома, во дворе. Напал он на меня раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал за ту руку. Был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тебе тоже привет. Сам же диктатор накануне фарсовых выборов самого себя дал интервью пропагандисту Киселеву, в котором заявил о готовности России к ядерной войне. С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы, заявил диктатор. И добавил, что ракеты постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Далее мы расскажем о тех коллаборантах, которые помогают оккупантам с организацией выборов Путина на временно оккупированных территориях Украины. В марте месяце Путин планирует провести так называемые выборы на временно оккупированных территориях. Очевидно, что никто их признавать не будет в любой стране, возможно, какие-то сателлиты вроде Северной Кореи. Как проплаченные РФ-коллаборанты будут помогать путинской своре проводить этот шабаш на временно оккупированных территориях? Сегодня мы покажем этих людей. В ближайшее время на территории России придут президентские псевдовыборы, на которых, конечно же, победит Путин. Это будут уже вторые незаконные выборы на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины после так называемого присоединения. Тут нужно говорить, что действительно есть технический персонал, который обеспечивает работу любой избирательности, даже такой фейковой, в которой нуждается Путин для проведения своих псевдовыборов. Поэтому очевидно, что ему нужны начальники комиссии, начальники избирательных компаний, которые будут подготавливать всю необходимую документацию, составлять списки избирателей. Недавно группа «Информационные сопротивления» опубликовала список коллаборантов, которые занимаются организацией псевдовыборов на территории оккупированной Украины. Самых интересных мы сегодня рассмотрим. Первым наш топ открывает Кравченко Елена, глава ЦИК. Она еще с 2018 года принимала участие в организации псевдовыборов в так называемой Луганской Народной Республике и тем самым активно поддерживала и проводила политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В этом же году кандидатура Кравченко была поддержана единогласно. За нее проголосовали все 12 членов республиканского избиркома. Мы очень высоко оценим Кравченко Елену Валерьевну. Мы знаем, как она работала это все время. Знаем ее командный стиль. С одной стороны, она как руководитель достаточно жестко, принципиально целый ряд вопросов решала. С другой стороны, удалось создать такую человеческую атмосферу на месте. Это очень важно внутри избирательной системы Луганской Народной Республики. Заместителем главы ЦИК стала Сумская Марьянна. Ранее занимала должность заместителя председателя ЦИК ЛНР, задействованной в организации псевдореферендума по вопросу о вхождении республики в состав России. Она также принимала участие в псевдовыборах депутатов местных советов. Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 15 июня принято решение о назначении выборов депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики, а также выборов представительных органов муниципальных образований на территории Луганской Народной Республики. Таким образом, на территории Луганской Народной Республики проходят 29 избирательных кампаний. И секретарем ЦИК стала коллаборант Терещенко Екатерина. Как секретарь ЦИК принимала участие в организации так называемых выборов 11 ноября 2018 года в так называемой ЛНР. И тем самым активно поддерживала и проводила политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. И еще больше дестабилизирует страну. Это очень часто учителя школ, которые перешли на сторону Российской Федерации, сотрудники разных коммунальных предприятий. Да, это люди подневольные во многом, которых будут предпочтать выполнять эти преступные действия. Но тут надо понимать, что в принципе оккупация не освобождает впоследствии от ответственности, которая наступает за участие в подобных преступных действиях. Кремьевская пропаганда подчеркивает, что избирательные комиссии посетят каждый дом и каждый окоп, чтобы дать возможность проголосовать всем желающим. Россия практикует вот эту историю с голосованием на дому. Также это будут люди, которые будут носить ящики по домам людей, потому что мы понимаем, на временно оккупированных территориях явка будет максимально низкая. И для того, чтобы обеспечить хотя бы какой-то процент местного населения, то придется заниматься вот этим поквартирным обходом. Принуждение украинцев к участию в голосовании под угрозой репрессий и депортации свидетельствует о систематическом нарушении России прав человека, особенно правил ведения войны. А российским депутатам больше, похоже, нечем заниматься, кроме как отменять решение Никиты Хрущева. В Госдуму внесен законопроект о признании недействительной передачи Крыма у СССР в 1954 году. Автором инициативы выступили два единороса – депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков. Они предлагают признать решение о передаче полуострова незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права. Детали в сюжете. Переписывание истории в прямом эфире. В Госдуму РФ внесли законопроект о признании недействительным решением о включении Крыма в состав УССР. Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права. Как сообщают РосСМИ, авторами данного законопроекта выступили депутат Госдумы РФ Константин Затулин и российский сенатор из Крыма Сергей Цеков. Причем Единорос Затулин не впервые пытается переписать историю. За последние 7 лет это уже третья попытка Единороса переписать историю Крыма. Это чисто символическая акция, приуроченная к десятилетию аннексии Крыма. Надо же себя как-то проявить, напомнить о себе, о своей значимости. Вот они решили таким образом подсуетиться и переписать историю. В пояснительной записке авторы законопроекта заявляют, что он направлен на очищение правового наследия РФ. Вот только нюанс в том, что подобные законопроекты в случае принятия никакой юридической силы не имеют. Украина, равно как и весь мир, за вычетом нескольких ближайших союзников РФ признают Крым украинским. Важно то, в каком виде Советский Союз распадался в 1991 году. Какие были границы союзных республик на 1991 год. Вот это важно. Потому что есть принцип нерушимости границ. И существует Украина в 1991 году в таком виде. Значит, с этим надо считаться. Более того, Россия признала границы 1991 года и Крым как часть Украины в большом украино-российском договоре. По сути, принятия подобных законопроектов задним числом являются частью общероссийских имперских делирий, согласно которым и Россия никогда ни на кого не нападает. Речь идет о защите себя и своей семьи, и своей родины. Мы ни на кого не нападаем. И Украину придумал большевик Ленин. Которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Интересно, что в этом же самом обращении в феврале 2022 года российский диктатор на голубом глазу заявлял следующее. Конечно, события прошлого уже не изменить. Но спустя два года госдумовские слуги Путина на глазах у всего мира закладывают фундамент для переписи истории. Сегодня российская власть отменяет решение о включении Крыма в состав УССР. А уже завтра подрастающим россиянам будут преподавать в школах альтернативную историю Крыма. И для нас, и для международного сообщества значение имеет факт оккупации и незаконной аннексии Крыма. Что и мы не признаем, и международное сообщество не признает. И мы будем бороться за возвращение Крыма. Вот это для нас имеет значение. А вот это решение Госдумы, я бы сказал так, это скорее политико-психиатрический диагноз. Диагноз вот этой самой исторической шизофрении нынешнего путинского режима и нынешней Госдумы России. Российские власти разработали целую систему перевоспитания похищенных из Украины детей. Кроме того, пытаются сформировать у них российскую идентичность. И убеждают, что их родители скончались, и надо считать их потенциальными террористами. Далее мы расскажем о том, как Россия промывает мозг похищенным украинским детям. Вот уже два года Россия не только беспощадно терроризирует украинцев и оккупирует земли, но и нагло крадет украинских детей. Но что ждет незаконно украденных детей в России? Как выяснилось, российское правительство разработало целую систему перевоспитания похищенных из Украины детей с целью сформировать у них так называемую русскую идентичность. Об этом сообщает издание «Медуза», ссылаясь на документы правительственных структур РФ и беседы с анонимными чиновниками. Для этого применены в основном российские учителя. Им выдают специальные методички. А вот для детей организовывают подростковые центры, а за их соцсетями следит специальная структура. Российские власти боятся детей, насильственно вывезенных из Украины. Их пытаются перевоспитать и поставить под жесткий цифровой контроль. Также по данным издания, Министерство просвещения РФ является главным ведомством, отвечающим за систематическое привитие пропагандистских идей, депортированным украинским детям. Чем дольше они находятся на территории Российской Федерации, тем сложнее вопрос с их реадаптацией в украинскую среду. Потому что Россия очень активно работает над зомбированием, над пропагандистским прокачиванием, над тем, что называется переведением в российскую идентичность. Обрабатывают украинских детей по всем канонам пропаганды. Вот так это звучит. Работа с детьми должна вестись на русском. Им там все владеют. А если плохо владеют, пусть овладевают, рассказывает источник ведомства. Мол, в Конституции сказано, что русские государственные приехали в Россию говорить о по-русски. Четко определить, сколько детей, и тогда ставить вопрос о скорейшем перемещении на территорию Украины. Это первое. Потому что на сегодняшний день, скажем так, происходят единичные случаи перемещения там до нескольких десятков в месяц, возможно, перевод с территории Российской Федерации. К тому же есть даже фразы, которые строго запрещаются говорить украинским детям. Слава Украине, героям слава. Кац, ва, храб, храб, храб и так далее. Обязательное установление всех персональных данных детей, либо возвращение в те семьи, в которых они находились, либо помещение в украинские или социальные учреждения. А теперь самое шокирующее. Министерство рекомендует российским педагогам говорить прямо депортированным детям, что их родители умерли, даже если нет конкретных данных об этом. А также называют их родителей экстремистами. Самый яркий пример – то, что произошло в Крыму. 10 лет оккупации Крыма и то поколение детей, которое выросло и вырастает, оно уже включается в ту российскую истерию, и пропаганду, и во все процессы, которые присущи вот этому российскому обществу. И как несложно догадаться, в РФ специально для вопроса украинских детей создали так называемый Федеральный центр развития программ социализации подростков. 52 миллиона рублей на него выделил своим указом Путин. Именно работники этого центра стирают украинское прошлое этих детей и встраивают их в русский мир. Именно тот русский мир, который разбомбил их города, убил тысячи людей и продолжает терроризировать суверенное государство. Это были новости сегодня. Мы увидимся уже через пару часов в проекте «В тренде», где я вам расскажу о том, как Путин готовится к выборам президента, о новых заявлениях российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, и об оружии будущего, которое показали Великобритании. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok